Продолжаем исследовать сферический треугольник. Очень важную вещь, а именно формулу для площади, мы с вами прошли. Так? Прошли. Господа, вспоминаем, что у нас есть для самого обычного треугольника. У нас там есть так называемая тригонометрия. Вспоминаем, что было, какие формулы были очень важны для треугольника. Теорема космоса. Что делает теорема космоса? По двум сторонам и углу между ними находит третью сторону. Так? Чего это соответствует асферическому? Если мы знаем длину вот этой дуги, и мы знаем вот этот двугранный угол, то мы должны уметь находить длину этой дуги. Так? Отлично. Теорема космоса это умеет. Еще есть теорема синусов. Что такое теорема синусов? Выражение сторон через углы и радиус описанной окружности. Да. Ну вот с радиусом окружности у нас будет совсем плохо. Дело в том, что, к сожалению, никакой такой вот действительно запоминающийся вид. Ну, мы сейчас докажем теорему синусов в таком вот варианте. Так, для плоского треугольника без диаметра описанной окружности, как звучит теорема синусов? Когда сторону делишь на синус противолежащего угла, то какую сторону при этом право не важно. Согласны? Так она звучит? С делить на синус. Давайте подумаем. Так или не так, эта теорема будет выглядеть для любого велического треугольника. Происведение надо выбрать. Что? Происведение надо выбрать. Произведение чего? Ну, и про все лежащие стороны, наверное. Подсказка. В пределе теоремы синусов для сферического треугольника должна превращаться в теорему синусов для плоского треугольника. Объясняю. Вот если радиус сферы очень большой, а треугольник, как это у Насти нарисовано, очень маленький, тогда, согласитесь, треугольник будет... Ну, вот смотрите, мы ходим по планете Земля, и согласитесь, что мы с вами обычно пользуемся, ну, обычной, так сказать, геометрией из, там, понятно, восьмого класса. Согласны? Вот у нас нет мыслях, что вот там планета крива. Потому что радиус огромный, и просто мы не замечаем, там кривая она, не кривая. Значит, в пределе сферическая треугольника должна переходить в плосок. Господа, а давайте мы вспомним, как доказывалась эта форма. Повторяю. Для обычного плоского треугольника. Какое-то есть простое доказательство. Если без диаметра описанной окружности. Не помните? Если вы хотите... Продолжение следует... Если вы хотите доказать вот в точности такое равенство, без всякого диаметра описанной окружности, то что вам нужно знать? А синус бета. Что такое на картинке А синус бета? Высота. Какая высота? Вот эта высота, согласна? Вот этот отрезок, это А умножить на синус бета. Равняется Б синуса. Равняется? Равняется. Мораль. Надо для трехгранного угла суметь сделать такое же построение. И тогда все получится. Вот давайте на этой картинке. Смотрите-ка. Что это за высота такая? Это из точки С, да? Я провожу... Что я провожу? Перпендикуляр. Согласна? Я провожу перпендикуляр вот на эту дугу. Осталось мелочи. Осталось представить себе, как же найти этот самый перпендикуляр. Кстати, не обязательно длину дуги искать. Не понимаете, о чем это? Не равенство. Нет. Мне нужно сейчас не неравенство. Мне нужно сейчас, наоборот, самое настоящее равенство. Я хочу соотношение типа теоремы синусов. Для этого мне нужно подражать доказательству теоремы синусов для обычного плоского треугольника. Не понимаете? Я пытаюсь рисовать. Посмотрите. Вот у нас есть треогранный угол. Здесь у меня какая-то точка А. Опускаю перпендикуляр. Давайте я его обозначу CH. Это перпендикуляр на всю плоскость. У меня имеются следующие известные величины. У меня известен вот этот вот угол. Этот угол давайте у меня обозначим буквой А. Ну, или, если угодно, А делить на Р. Если уж быть совсем точным в наших обозначениях. Вот этот вот угол внизу, это у меня С делить на Р. А вот этот вот угол, это Б делить на Р. Согласны? Да. Отлично. И у нас известны двугранные углы. А именно, известен угол между плоскостями СОБ и ОАБ. Этот угол называется бета. И известен угол, в общем, все двугранные углы известны. Задача. Двумя способами найти длину отрезка CH. То есть, расстояние от точки С до плоскости ОАБ. Подсказка. Один способ поиска такой. Надо опустить перпендикуляр из точки С на луч ОАБ. И потом нарисовать такую штуку. Другой способ подсчета такой. Опустить перпендикуляр из точки С сюда. И потом посмотреть на такой треугольник. На самом деле, эти два способа подсчета дадут, естественно, два разных ответа. Ну, давайте, вот эту точку я обозначу точкой Х. А ту точку я обозначу, естественно, точкой Y. И сейчас отдельно четко нарисую два треугольника. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание. Чему равна величина угла CHY? 90 градусов. Что такое CH? Это перпендикулярно плоскости. Значит, CHY я рисую вот так. Согласны? Господа, вот здесь вот точка С, здесь точка H, здесь точка Y. Отлично. Треугольник CHX. Как я рисую? По большому счету то же самое, совершенно верно. Вот, ну, тут я доспер не хватает, поэтому я с этой стороны рисую. CHX. Пожалуйста, значит, вот этот вот отрезочек у меня H обозначен в обоих случаях. Пожалуйста, скажите мне, чему равна длина отрезка CY? Или, соответственно, чему равна длина отрезка CX? А, сейчас, синус А. Вот CY это что такое? Обратите внимание, вот этот треугольник, он какой? Прямоугольник. Он прямоугольник. Где прямой угол? Y в голову. Да? CY, прямой угол. Значит, что такое CY? Синус чего? А1. Синус А делить на R. Так, пишем. CY это синус А делить на R. Согласны? R синус А делить на R. Ну, конечно. Конечно, R синус А делить на R. Да, спасибо. Так, ну, CX способны написать? CX это? R синус. R синус B делить на R. Великолепно. Так, а теперь мне, пожалуйста, скажите, что это за угол? Это двугранный угол. Как мы его сегодня везде не обозначаем? Бета. Бета. Господа, если мы знаем вот этот отрезок и знаем этот угол, то чему равна величина H? Произведение вот этого на синус B. Так? Пишу. Заметьте, это на самом деле очень легко. На самом деле очень простая, но важная штука. Это называется сферическая тригонометрия. Кстати, вопрос на засыпку. Что выникло раньше в истории науки? Сферическая тригонометрия или обычная? Ну, раз вы сразу спрашиваете сферическое. Я спрашиваю сферическое. А, как раз. Сферическая тригонометрия. Почему? Нет. Дело в том, что сферическая тригонометрия была нужна для астрономии. Понимаете? Дело в том, что плоская геометрия, она в какой момент нужна? Когда вы имеете дело с большими земельными участками, да? С какими-нибудь там картами с целых стран. Так вот, в древности с картами стран было довольно плохо. Потому что космический экран не очень летал. Вот. А вот с наблюдениями за звездами было, наоборот, очень даже здорово. Поэтому сферическая тригонометрия, как ни странно, очень мощно развелась еще до того, как толком создали, так сказать, плоскую геометрию. Это некоторый такой парадокс, конечно. Но, тем не менее, тем не менее, даже древние астрономы очень здорово такого типа соотношения высчитывали. Значит, итак, пишем. Чему же равна величина h? Это cy умножить на синус β. Пишем. cy на синус β. То есть, другими словами, это h. умножить на синус а делить на r умножить на синус β. Согласны? Да. Так, отлично. И теперь из второго треугольника, из вот этого треугольника. Значит, здесь у меня r синус b делить на r. А этот угол, это что такое? Это альфа. Это двугранный угол, треугольного нашего угла. Значит, пишем cx синус альфа. cx синус альфа. То есть, это на самом деле r синус... r синус чего? b делить на r. b делить на r умножить на синус альфа. Ну что, господа, значит, вот эти две величины равны. Разумеется, мы можем поделить на r. И мы с вами получаем, собственно, теорему синусов. Как она пишется? Синус а делить на r умножить на синус β. Это то же самое, что синус b делить на r умноженный на синус альфа. Теперь вопрос, как это равенство записать примерно в том же виде, что вы привыкли с обычной плоской теоремой синусов. Ну понятно как? Смотрите, оказывается, что надо просто брать не саму сторону, а синус соответствующего угла. Понимаете? То есть, надо взять у плоского угла на самом деле синус, и все получится. Вот она. Согласитесь, запоминается очень легко. Вот. Теорема синусов для трехгранного угла. Понятно, что если для а и b такое, то то же самое будет и для с. Согласны? Будет равняться синус c делить на r деленное на синус гамма. Мы молодцы. Мы доказали теорему синуса.